если я вас приветствую давайте посмотрим ваш ноябрь что там будет наиболее проявлено настраивайтесь на себя так общая энергия месяца послание или практика антистресса для вас для тех у кого сейчас что-то там такое критичное происходит посмотрим 4 основные сферы жизни работа финансы социум и любовь отношения и так общая энергия стабильности давайте так вот все что наработали в жизни за жизни то что у вас сейчас есть она знаете вы будете стремиться это сохранить это оставить в том состоянии как есть никуда не бежать ни к чему большому не стремится да то есть вот я бы сказал такое хорошее уверенное состояние баланса состояния признания того что на данный момент у то что у меня есть она для меня окей мне с этим хорошо и собственно мы вот так вот стабильно и живем да собственно весы ваша стабильность да и все про вас давайте смотреть работу в работе только знаете может быть так как это неумеренность что захочется больше больше сейчас чуть проясни это где да смотрите какая штука может знаете из крайности в крайность вас кидать в том плане что то вы дофига набрали работы какой-то ответственности сверхурочных каких-то заданий и так далее да и вот в этом во всем полностью погрязаете да или же наоборот вот за счет такой скачкообразный такая волнообразная штука когда мы переработали а потом мы вообще на работу смотреть не можем потом когда вот мы вроде отдохнули мы опять вперед вперед из песни да и потом опять же у нас такое состояние какое-то ой да пошло оно все лесом да здесь я бы сказала вот в ноябре будет какой-то такой штук и куда вы не сможете опять же знаете как-то уравновесить свою работу возможно у вас сезонная работа да и поэтому вот эти скачки наплыва каких-то заказов каких-то объемов производства да и поэтому вот как еще еще быстрее быстрее больше больше и вот здесь может случиться не очень приятная штука да то есть вроде как понимаете что надо но эмоционально у вас этой поддержки подпитки внутренней нету и понимаете что блин а она вообще стоит того или нет если мы говорим о том что вы находитесь в поиске работы здесь знаете можете действительно хвататься за одно второе третье а по факту ну как бы не выиграть ничего да то есть здесь ну если так переводить на человечный язык это про то что отсылаете свои резюме вовсюда и за счет того что вы распыляетесь вас нет какой-то ну четко сконцентрированной цели и собственно по итогу ну какая-то хрень выходит если у вас свой частный бизнес вы предпринимателя все для вас все то же самое что сказала в начале да когда вот возможно сезонные какие-то у вас объемы до сезонные нагрузки и вот оно пошло-поехало и собственно как-то вам здесь какую-то балансировку в этом во всем не найти здесь узнаете может проиграться такое что а я хочу повышение но я хочу еще больше я хочу еще важнее да то есть вот но но знаете немножечко можно на таких вопросах эго будет завязано что не совсем адекватные скажем такие желания так давайте смотреть финансы что здесь то есть это неумеренность она преследует смотрите что с финансами вот тоже самое переклик и перекликается до что захочется даже не то что захочется будет реальная возможность на то чтобы заработать побольше получить побольше не всегда это будет давайте я скажу светлый путь на то есть где-то или в действительно какие-то но мутные схемы могут вам предлагаться и вы в принципе но отчет как деньги не пахнут да где-то может быть какие-то предложения будут связаны с с тем что они не коррелируются с вашими ценностями и вы будете понимать что но я один раз всего себе наступлю на горло да зато получу какое-то вознаграждение то есть здесь знаете такой я бы сказала закрываете внутреннего критика да и вот идете туда где дают скажем так да то есть ну такие ну то есть опять же решать вам да идти и соглашаться на это все нет но по крайней мере вот будут такие предпосылки скажем так что еще может быть что-то такое знаете не совсем законно не совсем одобряема социумом вам может предлагаться или вообще в принципе вы увидите возможности да вот в таких вот сферах которые не сильно скажем так одобряются но по крайней мере вы плюс-минус видите там какой-то потенциал может быть даже краткосрочный да то есть это не какую-то дальнейшую перспективу а может быть ну как условно один раз сорвать куш да и вот оно будет хорошо если про траты говорить ну не знаю здесь могут быть знаете опять же траты из учета того что на какие-то свои теневые потребности на что-то утоление какой-то своей вот этой вот темной стороны скажем тогда то здесь действительно могут идти вот такие траты социум что-то социумом не вяжется сушься да что с ней а я тасую хорошо видели три раза 1 этаже социум здесь знаете как будто бы он вас не понимает не дает вам тех шансов тех возможностей которые вам нужны и вообще с ними каши не сваришь и вообще нужно как-то рассчитывать на себя и как-то вот в этом всем слушайте какое-то суетное состояние вот читаю уже третью сферу да и какая-то суета вечная что-то знаете такое беспокойство внутреннее какая-то тревога про то что надо вот сейчас быстрее быстрее еще еще а то есть что хрень какая-то давайте посмотрим может быть здесь будет какой-то ответ так и давайте тогда отношения для тех кто в паре свободно и так весы я точно могу сказать что это идет не как основная энергия как вам совет и судя из того что здесь вообще выходит это вам как совет найдите баланс на что опереться потому что все остальное что у вас такое расшатанное давайте смотрим вот у нас тут отношения до тех кто в паре там опять же большие могут быть такие сомнения по поводу того надо не надо стоит не стоит мое не мое дальше или не дальше или врозь или или что то есть здесь знаете могут быть за счет опять же какой-то своей картины мира за счет своего понимания как оно должно быть правильно как неправильно да и получается что как-то к единству сложно прийти в ноябре по крайней мере то есть здесь может быть такие раскачивания если вы свободные весы здесь я бы не сказала что есть прям большая великая романтическая перспектива здесь больше про то что вы будете опять же все взвешивать сомневаться пытаться привести к какому-то логическому объяснению тех партнеров ну потенциальных да которые могут появляться в вашем пространстве или же вообще изначально даже когда в вашем пространстве нет ни одного потенциального партнера да вы будете даже внутри себя вести вот такой скажем конфликтный разговор когда вы будете в чем-то себя уговаривать ну условно до мне никто не нужен да да и так далее а вообще у меня цели то другие да то что типа такого может происходить то есть здесь что-то 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 давайте посмотрим вам послание антистресс глубоко дышите дыхать через нос и выдыхать через короче тревожные мои люди вот это вообще практика дыхания она очень хороша в тревожных состояниях и из того что здесь выходит я подразумеваю что вы сейчас в каком-то очень тревожном состоянии по поводу чего тревожитесь давайте разбираться потому что ну не очень да то есть смотрите там что у вас в жизни смотрите что вообще к чему вы себя привели потому что совет-то вам опять же обрести баланс обрести спокойствие опереться на то что у вас есть а у вас получается вы как будто вы знаете сами себе не доверяете в каких-то вопросах поэтому идет это все раскачивание поэтому дышите пожалуйста да это в первую очередь во вторую разбирать что у вас там происходит и выходить из этих ситуаций весы вот такой для вас прогноз не очень радужный но что делать ставьте лайки пишите комментарии насколько у нас отыгрывается и если вы еще не подписаны на канал обязательно подписывайтесь и до новых встреч пока-пока